Привет всем! В эфире проект «Всё и сразу». И поскольку мы приготовили для вас много интересных сюжетов, долго затягивать не будем. И мы начинаем! Весенний свадебный ажиотаж начнется совсем скоро, но платье нужно выбирать уже сейчас. За советом, как правильно выбрать платье, мы обратились в один из самых крупных свадебных салонов «Подиум». Это тебе. Открываю глаза, ты не в себе. Ты прячешь что-то в руках, цены давления. Ты прочитал в моих глазах удивление. Екатерина, такой вопрос. Какие новинки, какие тренды будут актуальны в новом свадебном сезоне? В 2005 году все свадебные дома моды предлагают кружева. Кружева представлена не только в платьях, но и в накидках. Также шьются платья с закрытой зоной декольте, закрытыми плечами и рукавами. Это очень модно в данном сезоне. Многие девушки спрашивают данное платье. В нашем словне они тоже представлены. Также девушки не обойдут стороной платья с атласными юбками. Особенно те девушки, которые очень пристально следят за модой. Платье с атласными юбками, с длинными шлейфами и широкими поясами тоже в моде в этом сезоне. Я падаю в грязи, кольцо на пальце, значит я невеста. Я падаю в грязи, ну какая нафиг я невеста. Очень удобно покупать платье-трансформер. То есть платье, в котором есть съемные детали. Например, болеру или накладная юбка. Или накладные накидки с длинными шлейфами. Вот. Эти платья очень выходны на фотосессиях. Потому что образ можно трансформировать. И фотосессии будут очень разнообразные и красивые. Какие силуэты бывают в платьях и как вы подбираете их невестам? По-настоящему невесте очень тяжело определиться с силуэтом. Потому что их очень большое разнообразие. И многие девушки при покупке платья порой смотрят на фотографию. И не отдают реального отчета, подойдет ли это платье именно ей. Поэтому я все-таки рекомендую любой невесте померить в любом случае тот фасон, который выбрала она. И потом померить те платья, которые рекомендует ей продавец в салоне. Потому что у нас очень наметанный глаз. И мы знаем, какие именно фасоны могут подойти той или иной невесте. Но основные фасоны, которые чаще всего спрашивают. Это, конечно, классическое платье с пышной юбкой. Фатиновое либо атласное. И силуэтное платье. Вот как раз кружеваясь, рыбки. Вот это вот все сейчас на пике моды. Тоже очень часто спрашивают. Ну а дальше уже идут нюансы. Это длина корсета, пышность юбки. То, как эта юбка скроена. Открыта ли спина. Может ли невеста позволить себе открыть руки. Или лучше их закрыть. И снова падаю в кресло. Кольцо нападет. Значит, я невеста. Да, я и я падаю в кресло. Ну какая нафиг я невеста. И снова падаю в кресло. Кольцо нападет. Значит, я невеста. Невеста с пышными формами не должна отчаиваться. По-настоящему девушке с пышными формами может подойти любое платье. И даже силуэтное. Самое главное, чтобы корсет в этих силуэтных платьях был удлинен. И был весь жесткий по всей длине. Тогда можно сделать очень красивую талию. Приподнять грудь. Это основное достоинство девушки с пышными формами. Ну а все остальное это уже игра. Фата, накидки, украшения. Они придают лоск девушке. Поэтому, в принципе, любая девушка, придя в наш салон, сможет найти платье по фигуре. По тому ощущению, которое у нее внутри. И она будет нравиться всем и себе, и своим гостям. Я хочу вот это вот все, весь журнал. В салоне «Подиум» представлены не только свадебные, но и вечерние платья. Скоро 8 марта. Хороший повод выбрать платье вместе со своим молодым человеком. А там может и намекнуть на свадьбу. Не за горами весна. Самый разгар строительного сезона. И выбор кирпича непосредственно для строительства, и для облицовки дома – один из самых актуальных вопросов. За ответом на него мы отправились в кирпичную компанию «Брикус». На самом деле выбрать кирпич не так уж просто. Существует расхожее мнение, что он может быть либо белым, либо красным. Но это совсем не так. Кирпичи, одинаковые с видом, могут обладать совершенно разными свойствами. Кирпич отличается друг от друга по морозостойкости, по марочной прочности, по способу подготовки глины. Поэтому не всегда с виду одинаковые кирпичи будут одинаково эксплуатироваться. Здесь, конечно, стоит выслушать продавцов-консультантов, сравнить кирпичи, подержать их в руках. Возможно, выехать на объекты, из которых он построен. Потому что строимся мы один раз и смотрим потом на этот кирпич очень долгое время. Далеко не последнюю роль при выборе кирпича играет его стоимость. Покупка кирпича с многочисленными торговыми наценками может удорожать строительство в разы. Поэтому лучше обратиться в крупные компании, которые имеют прочные позиции на рынке. Пользуясь привилегиями или так называемыми дилерскими отношениями с заводами, такие как Брайер, Кжельский кирпичный завод, Керма и многие другие, мы имеем возможность предлагать людям цены от заводов, без посредников, без двойных-тройных наценок, так как это бывает на строительных рынках. Фактически мы торгуем в рознице по оптовым ценам. Опять же, объем приобретаемого кирпича, технологии возведения новых стен, проектные работы. Это вопросы, с которыми сталкивается любой человек, который запланировал строительство. И в крупной компании, где работают грамотные специалисты, на эти вопросы ответят. Клиент, обратившись к нам, в принципе, может обладать нулевым уровнем знания. Мы поможем рассчитать, подобрать материалы. Наш архитектор выслушает все пожелания, предложит или готовый проект, или попробует адаптировать наши материалы под желания заказчика. В принципе, мы можем провести проект до самого конца, предложив и проверенную строительную бригаду. Кирпич ручной формовки отличается не только тем, что каждый из них имеет индивидуальный рисунок, но и хранит тепло рук тех, кто его сделал. Компания «Брикус» представляет такой кирпич как импортного производства, так и производства Украины. По качеству он не уступает, зато стоит заметно дешевле. Нередко на стенах дома можно увидеть белые разводы. Это и есть так называемый «высол» — проявление соли вследствие использования некачественного раствора. Немногие знают, что этой проблемы избежать очень легко. Для этого достаточно просто использовать качественные кладочные растворы для лицевой кладки, которые, кстати, имеют очень богатую гамму и палитру. Таким образом, их можно подобрать под любой цвет и фактуру кирпича. Это лишь небольшой список нюансов, которые надо учесть при выборе кирпича. Самое главное — не ошибиться с компанией, в которую вы за этим обратитесь. На сегодняшний день цены в кирпичной компании «Брикус» зафиксированы. Таким образом, можно успеть приобрести материалы и сэкономить. И компания «Брикус» абсолютно бесплатно будет хранить их до начала вашего строительства. Кухни стран мира такие разные, но в каждой есть своя изюминка. И сегодня мы будем говорить об одной из самых популярных, хорошо нам близкой и знакомой украинской кухне. Почти каждая хозяйка уверена, что она умеет готовить настоящий борщ. Но за профессиональным мнением, за мастер-классом мы обратились к настоящему профессионалу. Шеф-повару ресторана «Сыпий пан» — ресторану украинской кухни. «Сыпий пан» — ресторан «Сыпий пан» — ресторан «Сыпий пан». И для приготовления борща украинского известного нам понадобится свекла, картофель, перец болгарский, чеснок, морковь, лук репчатый, зелень, говядина, филе куриное, томатная паста и свежевыбитые помидоры, фасоль, сахар, уксус, соль. Приготовление борща начинается с мяса. С этого ингредиента, так как он очень слишком долго готовится. Берем филе куриное и тоже нарезаем небольшими кубиками. Все овощи нарежем и подготовим. Из лука обязательно нужно вытащить сердцевину, для того, чтобы не было изжоги у человека. Телятина уже немного отварилась. Добавляем филе куриное. И мы закончили первый процесс приготовления борща. Теперь мы забрасываем картофель, капусту белокочанную. Затем перец болгарский. Лук и морковь отправляем одновременно. Все, конечно, домохозяйки пользуются чесночницей. Я, конечно, больше придерживаюсь старому варианту. Время тушения овощей, это все зависит от температуры электрической плиты или же газа. И вот у нас наши овощи, лук, перец болгарский и морковь протушились до такого вот вида. Это получается, он готов, все продукты готовят наполовину готовность. Чтобы, если борщик перетушить, то все витамины, которые содержат овощи, они будут утеряны. И переходим мы к секретному ингредиенту. Это у нас сахар. Добавляем сахар для того, чтобы он закарамелизовался. И свекла не дала полностью иссечь своим красочным цветом. Поджарочка наша уже почти готова. Осталось взять немножко бульончика нашего и добавить сюда, в нашу заправку. Для чего мы добавляем бульончика? Для того, чтобы свекла отпустила свой сок и стала она ярко-красным. Доводим наш борщ до кипения. Отправляем туда отварную фасоль. Заранее отварили мы. Подсаливаем в конце. И можно уже и зелень сразу же отправлять. Доводим до кипения. И оставляем примерно на минимальной температуру, чтобы оно прокипело. И на медленном огне где-то получас должно готовиться. Спасибо большое. Ну а попробовать другие фирменные блюда из ресторана «Сытый пан» можно в любой день недели. Но в праздничные дни, помимо вкусной еды, всех гостей здесь ожидает массовая развлекательная программа. Ты только сильно не налегай, а то попадешь непосредственно в шоу «Толстушек», которое здесь ожидает всех мужчин в преддверии праздника 23 февраля. Дорогие друзья, делать хорошие и добрые дела никогда не поздно и никому не вредно. И вот мы вам предлагаем поучаствовать в такой акции, которую проводят наши партнеры. Группа «Подслушано у водителей в Рязани». Они организовали сбор средств для детей из Елатомского детского дома. Они им действительно требуются, принимают и деньги, принимают и материальные какие-то вещи. Все подробности в группе «Подслушано у водителей в Рязани». Мы продолжаем этап конкурса «20 литров бензина бесплатно от заправки «Эталон». А вот победитель этой недели. Алексей, сложно ли было у Буйков? Здравствуйте. На этой неделе достаточно просто. На той неделе смотрел, что будет хорошая битва. У вас, слава Богу, это популярно, что ты делаешь? Да. А вот мы пришли на заправку к кормилицу, которая нам удаст эту самую бесплатную пенсию. АЗС работает круглосуточно, находится рядом с нефтезаводом, для для того, кто будет забирать бесплатно 20 литров топлива каждую неделю. Напомним, для этого надо просто сфотографироваться на АЗС и переслать этот сходя по фильмам в группу ВКонтакте «Автономик». Все подробности там же. Мы надеемся, что все сюжеты, которые мы вам сегодня показали, были интересными и полезными. И вот еще какая штука. Мы открыли новый паблик ВКонтакте, который называется «Все и сразу» на конце цифры 62. Вступаем в него не только потому, что мы поспорили с друзьями о том, что за месяц наберем туда тысячу человек, но и потому, что там можно посмотреть интересные и полезные видео, найти деловые связи и многое другое. Паблик «Автономия» по-прежнему работает. Туда мы будем отправлять тест-драйвы и многие другие автомобильные темы. Не отключайтесь. Пока-пока. А ты помнишь, что ли? Да. Привет всем. Ага, сейчас, секунду, Кай. Ага, вот, почти. Мэри Поппинс. Я паду, паду просто, не отзывайся. А, вот тебе слухи. Че улыбайся при этом в эфире. Не за горами весна, самый сезон, не за горами весна, самый сезон, не за горами весна, разгар сезона строительства. И выбор кирпича для него так же, как и для... Принял у девушки петлю. Петлюшер. Петлюшер. Петлюшер.